Всем привет! Вы на канале CryptoCommons. Это локальный обзор по рынку. Что у нас происходит? Воскресенье, выходной день, фондовый рынок закрыт, биток вернулся к своим средним значениям. А если точнее, то вернулся на уровень 0,5 Fibonacci от вот этого пампа, о которой мы говорили с Пифагором на стриме. Если вы не видели, обязательно посмотрите. Вот там сейчас появится у вас стрим. И Дима Пифагор говорил о том, что он пропустил этот памп, точнее вышел здесь по стопу, и собирается перезайти на 0,5 Fibonacci. И я с ним полностью согласен. Это здоровая коррекция, абсолютно здоровая коррекция для такого импульса. И посмотрите-ка, цена вернулась к средним значениям туда же, где она и накапливалась все это время. Поэтому сейчас какой вариант у нас? Что? Если вы хотите впрыгивать в лонгтрейд, то вот она та зона, где можно это делать. Но стоп вам надо ставить за 0,5 Fibonacci, либо если он более длинный, если у вас, соответственно, меньшие плечи и более низкий риск, то вы можете поставить стоп за 0,61 Fibonacci, то есть примерно на 18,800 куда-то туда. Что по эфиру? По эфиру картина абсолютно такая же. Единственное, что он немного с запозданием это сделал, но он тоже дошел до 0,5 Fibonacci. Посмотрите, прямо вот здесь. И отбился от нее еще более уверенно, чем биток. Короче, что я хочу сказать, что если это разворотная история и начало бычьего тренда, то именно 0,5 Fibonacci должна выступить как уровень, от которого мы отскочим и пойдем дальше наверх каким-то образом. Либо, конечно, 0,61 Fibonacci, это то, куда вы можете поставить стоп чуть ниже нее, потому что, в принципе, мы можем еще ее поцеловать и тоже развернуться. Ну, как бы это только в том случае, если нас ждет бычий сценарий. Если нас ждет медвежий сценарий, соответственно, мы пойдем гораздо ниже, чем даже вот этот уровень. В таком случае ваш стоп должен сработать, чтобы вас не ликвиднуло. Вот такие сегодня мысли по рынку, как по биткоину, так и по эфиру. Еще раз говорю, стоп чуть ниже 0,61,8 Fibonacci. Я лично придерживаюсь лонгового сценария. Я думаю, что мы отскочим откуда-то отсюда примерно и пойдем наверх. Свои позиции я также держу. Более глобально жду цели, вы, наверное, знаете. По биткоину район 25-30 тысяч – это первая зона тейк-профитов. И вторая такая инвесторская более зона – это вот этот канал 43-56 тысяч долларов. Но в зависимости оттуда, когда мы туда придем. Если мы туда придем позже, то это будут уже все 60. Да и в целом вы знаете, наверное, прекрасно, что я настроен мега-побычи на рынок крипты, потому что это самый офигительный рынок и актив современного человечества, ребят. Биткоин – это самые надежные интернациональные деньги интернета. Вы это прекрасно знаете, если смотрите мой канал. Вот, а еще прикольная тема. Я стал смотреть на линейный график на TRDR-ке. Он отфильтровывает весь шум. Еще лучше, чем свечи хайка наши. И посмотрите просто, как это красиво. Тем временем, да, вот у нас тут было встречено облако продавца, которое цену немножечко продавило. И сейчас мы снова накапливаем облако покупателя, как вот здесь. И я думаю, что оно вытолкает цену наверх. Напишите в комментарии, как думаете вы. Вот, из альткоин-позиции, что у меня здесь... О, уже вышли в плюс, кстати, Dash, Dot и BitDAO, пока я это записывал. Эфир классик, я думаю, что на очереди. По нему вообще-то фандинг даже. Фандинг лонговый, то есть больше людей его шортит. И эфир классик – тот случай, где мы точно отбились от 78-й глобальной FIBA. По всему вот этому пампу, посмотрите, мы скорректировались. Точно до 78-й FIBA. И пока ее удерживаем. Но если посмотреть локально на вот этот вот памп, то здесь все то же самое. Обратите внимание, 0,5-я FIBA отработала как поддержка. Поэтому еще раз говорю, стоп сюда. Если вы локальный интродейтрейдер, скальпер, стоп сюда, в принципе, с таким невысоким риском, цели куда-то вот сюда, можно спокойно это дело лонговать. Цели вот к предыдущим уровням. Это если вы локальный интродейер. А если вы хотите реальные X-ы, то отдаляйтесь, смотрите на всю картину маслом в целом. Понимаете, что эфир классик еще никуда даже не улетел. Особенно если вы посмотрите на его график к обычному эфиру, который является его форком. Вы можете видеть, что да, тренд, конечно, развернулся. Развернулся вот здесь. Но в целом эфир классик еще никак себя не показал толком. Поэтому, ребята, я думаю, что эфир классик к эфиру очень хороший. Все еще очень хороший. Варик. Ну и к доллару, соответственно. Но к доллару, тем не менее, вот у нас есть такой канал, от которого мы от вершины отскочили. Как от сопротивления сейчас идем вниз. Как бы, блин, мне слабо верится в то, что мы идем на ретест нижней границы канала, потому что это 5 долларов. Но вы знаете, это крипторынок. Здесь может быть все, что угодно. Поэтому смотрим. Еще раз смотрим, как я уже сказал, как удержит себя 0.78 FIBA в этом случае. Потому что если не удерживает, то бычий сценарий отменяется. Если мы идем вниз, то надо выходить прямо вот здесь. Вот. Так что эфир классик к эфиру очень красивый вариант. Как, в принципе, и Dash к биткоину, друзья, который все уже давно забыли, наверное, что мы накапливаем. Вот у нас на дневке вот здесь была желтая точка на сайфере. Вот в этом вот месте. Пока что оно выступает как ультимативное дно. На недельке у нас там тоже желтая точка, ребята, глобальная. Которая пока все еще не отыграла. Вот здесь. Блин, график с Binance это, конечно, жесть. Потому что они тут какую-то дичь нарисовали. Этого не было, на самом деле. Это просто гон. Вот настоящий график Dash BTC. Это Poloniex. Вот. У нас была с вами вот здесь вот желтая точка. Мы все еще тремся на этих уровнях. Уже год. Уже скоро будет два года. Соответственно, мы формируем более затяжное двойное дно. И все еще потенциал на MultiX и по Dash BTC. Потому что монета охуенная. И еще никак себя вообще не показала в этом цикле. Вот. Ну а самый верняк, чуваки. Самый просто инсайт. Инсайт на долгосрок, кто понимает. Потому что сейчас много краткосрокеров, которые залетают. Говорят, блин, гринескам мы купили, там все упало. Ну, чуваки, весь рынок упал. Как бы шортили бы Солану и Луну, и все было бы окей. Но окей. Самый верняк и долгосрок – это шорт BNB к BitQ. Посмотрите, на каких он хаях. Какой восходящий клин он сформировал. Если вы так любите шортить. Шортите BNB к BitQ. Ну, вы скажете, а где нам зашортить BNB к BitQ? Мы же не знаем, гринь его нигде нет. Да есть он, прямо на Binance. В кросс-марджине. Одалживаете BNB, продаете. Правда, под конский процент. Сто с чем-то годовых за одно плечо. Ну, надо попасть в тренд в движение. Пока еще он растет. Но в какой-то момент он начнет падать. Но самый верняк, чуваки, это даже не к BitQ BNB зашортить. А зашортить его к Dash, там же это можно сделать. Посмотрите, вот график Dash BNB. То есть, как бы вот график BNB Dash. Понимаете, да? Какой вообще беспредел. Поэтому нужно на самом деле одолжить BNB, продавать, покупать биткоин и на этот биткоин покупать Dash. Дисклеймер, не финансовый совет. Вот такие у меня сегодня мысли. И вот. Но если вам не нравится Dash, то точно с таким же успехом можно зашортить BNB к BitDAO, друзья. Потому что BitDAO это биржевой токен BuyBit. И все биржи, они имеют фазы пампа-дампов. Поймите тоже. BNB уже, Binance, вот его фаза пампа была. Теперь он входит в фазу дампа. А у BitDAO, ребята, еще не было фазы роста в принципе. Его как бросили на биржу, вот. Он только падал-падал после листинга. Поэтому, друзья, просто как бы тут тысячу дисклеймеров, конечно же, но вы сами все видите. BitDAO еще даже не начинал расти. Это биржевая монета той биржи, которая сейчас набирает обороты, набирает ликвидность. В отличие от Binance, который уже потихонечку сдувается и идет конкретный отток ликвидности с него. Вот. Прямой пары BitDAO BNB сейчас не существует. Но как вы можете это сделать, я вам уже объяснил. Хедж вы шортите BNB аккуратно. Хоть к доллару, хоть к тугорьку, хоть к чему. И потихоньку набираете BitDAO в лонг. Все, друзья мои. BitDAO можно набрать на бирже Bybit. Ссылка на нее есть в описании. Друзья мои, торгуйте аккуратно, соблюдайте риск-менеджмент. Будут вам профитроли. Это был Гриня. Всем peace out. И до следующей встречи. Пока. Ну а у меня на этом все. И помните, ребята, что мы с вами никто иные, как креветки в океане этого рынка. Вот. Поэтому аккуратней, потому что там есть киты, акулы. Ловите волны. Сёрфите по ним. И будут всем профитроли. Ну а у меня на этом все. До следующей встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok